Ограничения в работе платежных систем Visa и MasterCard в России и невозможность оплатить покупки с помощью смартфонов во многом стали причиной желания людей снять все наличные со счетов. Чтобы успокоить и объяснить населению, что стоит делать с деньгами, а что нет, администрация Сургутского района организовала круглый стол с представителями банковского сектора. По словам экспертов, обналичивать рубли бессмысленно. Visa и MasterCard, выпущенные на территории нашей страны, не действуют только при расчетах за границей и в иностранных онлайн-магазинах. На территории РФ они работают, но только до окончания срока их действия. На выпуск новых карт этих систем сейчас также действуют ограничения. Но специалисты успокаивают. Банки могут самостоятельно продлить срок их жизни. При оплате в интернет-ресурсах, несмотря на то, что срок жизни карты продлен, например, Сургутнефтегазбанком до 28-го года, у людей может возникнуть вопрос, а какой срок жизни карты указывать? Это неотъемлемые условия при заведении карты на сайте. Необходимо будет указывать тот же, который был на карточке зафиксирован, даже если эта дата уже окончилась. Рекомендация была такая. Фактически, когда проверим население, расскажем, как это работает. Те, кто все же хочет расплачиваться одной картой и в России, и за ее пределами, могут оформить карты МИР. Платежная система действует в нескольких странах. Также можно оформить карту Национальной платежной системы Китая – UnionPay. Это та платежная система, которая работает за границей, в том числе. Мы получили швал заявлений клиентов на выпуск данных карт. В доличии они есть.